Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился один из самых странных танков по внешнему виду в нашей игре, футуристический О-47. Ну действительно, машина притягивает взгляды к себе в боях, но в то же время его никогда никто не боялся и навряд ли бояться когда-то будет. Давайте быстренько заценим само предложение и после этого, обсудив кратенько ТТХ по машине, выкатим машину из ангара. Машинка у нас 8 уровня и я считаю, что за 5500 восьмерка это нормально, это хорошо, но только восьмерка далеко не самая крутая и уж точно имбой его не назовешь. Есть 30 дней прем-аккаунта, есть легендарный внешний вид на данную машину, без него машина прям совсем тусклая. Есть Х5 в количестве 25 штук, но на О-47 и вы не сильно круто сможете реализовать их, поэтому наверное и положили целых 25, а не 15, как обычно это делают. Но в любом случае свой элитный опыт экипажа немножечко приподнимите. Есть открытое все оборудование, слот в ангаре. Вроде бы за 5500 не так уж и дорого, но опять-таки вам необходимо определиться, насколько крута ваша копилка голды и стоит ли вам тратить 5500 конкретно на данную машину. И попытаетесь при принятии решения абстрагироваться от 30 дней према, которые действительно являются ценностью на сегодняшний день, но все же вы же не их покупаете, а покупаете в первую очередь сам танк. Что по техническим характеристикам? Можно сказать сравнительно недавно, несколько месяцев назад, О-47 апали. Ему подняли на 15 единиц. Средний урон был 225, стал 240. Это из самого классного, что там апнули. Вроде бы апнули еще мощность двигателя и так далее. И да, действительно машина стала играться немножко по-другому, но все же имбовать она после этого не начала однозначно. Что касается времени сведения и разброса, то заценим с вами непосредственно в бою урон в минуту для восьмерки в пределах разумного. Я бы сказал, очень приятное время перезарядки у него в 6 секунд с учетом установленного оборудования и амуниции. Ну и, как я уже сказал, 240 на базовых снарядах в отношении разовой альфы. Достаточно пробития в 190, если вдруг не хватает, то я лично пользуюсь голдовыми снарядами. Это лучше, чем поставить себе вот здесь в оборудовании с досылателя, который существенно ускоряет время перезарядки на целых полсекунды на калиброванные снаряды. Потому что с калиброванными снарядами будет на 9 мм пробития больше. Это не настолько существенно. Ну и, в принципе, как я сказал, мне, допустим, гораздо проще вовремя зарядить голдовый снаряд. И, в принципе, я ничего от этого не теряю. Дело в том, что данная машина не является тачкой, на которой можно нормально, качественно фармить серебро. Эта машина больше для фана, для удовольствия. А я за фаны удовольствия готов заплатить немножечко серебра, точнее, меньше вывести его из боя, для того, чтобы использовать несколько голдовых снарядов. Ну и, как вы видите, у меня поровну заряжено абсолютно всего и вот так вот и катаюсь. Хотя, в целом, не могу сказать, что осколочно-фугасные. Тут действительно какие-то прям хорошие. Ничем абсолютно не уникальные, но, на всякий случай, у меня с собой они есть. Вдруг где надо какой-нибудь там захватик сбить или в корму закинуть. 50 пробития и 270 единиц урона. Согласитесь, для осколочно-фугасного на восьмом уровне, я бы сказал, практически не урон. Ну что, поехали, попытаемся заценить О-47 в реальном бою. Ну что ж, друзья, поехали. Стоит отметить, что О-47 вообще не обладает никакой бронёй. Именно по этой причине я у себя в оборудовании поставил на улучшение хпшечки. Да, пускай там не сильно много добавляется, но это в любом случае лучше, чем ставить оборудование на улучшение брони, которой здесь попросту нет. Я не претендую на то, что у меня абсолютно правильно всегда установлено оборудование. Я всегда говорил, говорю и буду говорить. У нас в игре не может существовать понятие правильно и неправильно установленное оборудование. У нас может существовать понятие, комфортно ли тебе или тебе некомфортно с тем или иным оборудованием. Ну или та или иная компоновка оборудования на той или иной машине. Что касается времени сведения, что касается точности. Вот время сведения, вот точность, ну а вот вам время перезарядки, которое ну прям очень комфортно и мне лично очень сильно нравится. 6 секунд это действительно ну очень-очень приятно в боях. Что касается возможности отыгрывать на данной машине, то вы сможете нормально играть и получать плюс-минус какие-то достойные результаты. Блин, такое впечатление, что арта только что бахнула. Вы сможете получать нормальные результаты только в случае, если вы ну прям совсем не будете лезть на передовую. Если вы будете отыгрывать исключительно от засветов ваших союзников, тогда вы действительно сможете набрасывать нормальное количество урона за бой, ну и соответственно быть полезным. Давайте голдовый сейчас подключим. Вот на такие случаи голдовые снаряды я с собой и вожу. Да, пускай по серебру на выходе у меня будет далеко не самый крутой результат. Понятное дело, что гор серебра там я каких-то вывозить не буду, но зато я гарантированно пробиваю того, кого необходимо мне пробить. Ну и соответственно наношу дополнительный урон. Как я уже сказал, данная машина, она предназначена больше для фановых каток, нежели для заработка. Поэтому если вы присматриваете себе танк для того, чтобы на нем именно серебряндию фармить, то это однозначно далеко не самый лучший вариант. Дело в том, что процент доходности у машины в принципе неплохой, но крайне-крайне хреновая живучесть. И именно это приводит к тому, что особо много за бой у вас вывозить не получится. Так, еще раз голдовый снаряд для того, чтобы увеличить зону пробития у Т-28 шпротика. Так, даже адреналин использую, лучше пойду немножко в минус по серебру, но блин, как обидно. А вот сейчас действительно очень обидно было, я мог ему накинуть урона и возможно даже добрал бы его. Но, к сожалению, буги варгейминга были не на моей стороне. Наверное, я мало, мало бабах принес им в жертву. Мои жертвоприношения оказались тщетными. Я имею в виду процент слива на бабахе, потому что машина действительно сливается очень быстро. Ладно, шутки шутками. Скорее всего, туда на ту сторону к СМВ навряд ли я успею. Скорее всего, Тигр 2 доберет. Нет, даже он, пожалуйста, Як-Панзер добрал этот фраг. Ну, на нашем счету есть один уничтоженный соперник. На нашем счету есть плюс-минус нормальное количество нанесенного урона. Ну, и я считаю, что в данном бою это практически максимальный результат того, что можно от этой машины получить. Да, может быть, за какие-то бои вы будете вывозить по 2000 урона. Но, опять-таки, играя прям совсем-совсем осторожно, где-то там прячась постоянно и отстреливая на дальних расстояниях. Кстати, на дальних расстояниях пушка, на удивление, очень точная. И играть в виде такого себе снайпера из-за какого-нибудь куста действительно удобно и приятно. Но все-таки это средние танки, хотелось бы больше, больше находиться в гуще событий. Мы находимся четко в серединке списка нашей команды по нанесенному урону. Я не могу сказать, что я мог бы в этом бою сделать прям совсем больше. Может быть, на два каких-то удачных выстрела у меня получилось бы сделать больше. Попади я, допустим, по Т-28. Плюс, если в СМВ еще раз бы успел там отбросить каким-то образом и только после этого слинять. Но, в любом случае, я был бы, если не на третьем месте, ну, максимум на втором. На первое место на данной машине вы сможете попасть. Либо в случаях, когда вы играете против спящих соперников и можете безнаказанно набрасывать урона по ним, только успевай перезаряжаться. Ну, либо, если вы будете в проигрышном бою, соответственно, ваши там союзники слились гораздо раньше. И таким образом, вашего количества урона, нанесенного за бой, достаточно, чтобы просто фактически, математически, называйте как хотите, находиться на первом месте в команде по урону. Могу ли я рекомендовать О-47 к приобретению? Могу, но исключительно в коллекцию. Для машин, скажем так, серьезных, это вообще никакая не преграда в боях. Ну, и, соответственно, данная машина абсолютно не подходит тем игрокам, которые ищут себе результативные, хорошие машины, которыми можно делать хорошие результаты по настрелу, ну, и, соответственно, вывозить хорошее количество серебра, допустим. Да и особо фановой машиной его не назовешь. Много фановых машин у нас в игре, и этот ничем не круче, чем все остальные. Хотя внешне прям бомбическая бомба. Вообще, мое скромное мнение, было бы неплохо, чтобы ему забронировали вот здесь вот переднюю часть, верхнюю, и забронировали вот эту вот переднюю часть башни. Да, пускай дальше бы он оставался полным картоном, но в таком случае машина бы существенно преобразилась. Мое скромное мнение, пишите свое обязательно в комментариях. Я пошел снимать специально для вас следующий честный обзор на то, что происходит в нашей игре. А вы, друзья мои, прямо сейчас подписывайтесь на канал, если вам подходит честность автора. Ну, и, соответственно, лайкуйте данное видео, если я был вам полезен. Спасибо вам большое за просмотр. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.